В последнее время появилось десятки, если не сотни контор, которые предлагают избавить вас от кредитов и долгов. На самом деле эти конторы свои обещания не выполняют. Это мошенники. Они лишь загоняют вас в еще большую долговую яму, выбраться из которой шансов почти нет. Недавно со мной связался один мой подписчик. Видимо, у него сработала какая-то чуйка, и он мне прислал вот это объявление с вопросом, а не мошенники ли это? Но мы-то с вами знаем, конечно же, мошенники. Долги. Не знаете, что делать? Поможем выгодно избавиться от всех видов долгов. И телефончик, кстати, имеется. Контора называется Бюро... Попрошу ребят разобраться с этой конторой. Привет, Влад. Привет, ребята. Привет. Здорово. Я вам там отправил одно объявление подозрительной контора. Ты прямо интригуешься. Я надеюсь, что это интересное? Аферисты предлагают избавиться от долгов и кредитов. На самом деле кидняк. Ну это точно кидняк. Да, Стас вот как раз открыл объявление. Ну прикольно получается. Берешь миллион в кредиты, потом обращаешься в эту контору, и что? Все, долго нет? Мы-то с вами все понимаем. Так что контору надо проверить и с ней разобраться. Не только проверим, но и прихлопнем. Это же явно аферисты. Отлично. Работайте. На связи. Ну что, надо звонить в эту контору. Узнавать, как они помогают избавиться от всех видов долгов. Давай сейчас звякну. Алена, здравствуйте. Меня зовут Алена. Чем могу помочь? Алена, здравствуйте. Меня Стас зовут. Как вы думаете, почему я вам звоню? У вас есть долг? Ну, наверное, да. А какой размер долга? Размер. Размер огроменный у меня просто. Долго. Так, это какая-то шутка. Простите, простите. Просто, знаете, ситуация такая у меня... Только шутить и приходится. Вот у меня жена, дети. С таким долгом не знаю, как жить-то дальше. Мы готовы вам помочь. Вы можете сегодня подъехать к нам в офис? Сегодня? Конечно. Тогда записывайте. Улица Бутовская, дом 7, корпус 1. Это офисное здание. Второй этаж, кабинет 203. Я записал, спасибо. Тогда ждем вас сегодня до 6 вечера. До вечера. Ну что, осталось только тебя приодеть, ну, чтобы в конторе поняли, что ты их клиент. Да, предлагаю его нарядить в костюм бизнесмена-неудачника. Не, ну, нормальная идея, конечно. Как раз у меня есть одна хорошая знакомая. Хорошая знакомая. Угу, ну-ну. Я думаю, нормально меня приоденет. Как раз до 6-ти время есть. Я погнал. Давай. Да что ты ревнуешь, Даша? Я? Давай, давай. А мы потихонечку покатимся на б***юскую. Они не супергерои, а не обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Отошли отходы. Не снимайте меня. Давай, давай, давай. Стас Соколов. Тренер по боксу. Находчивый. Бескомпромиссный. Чего ты на рот дуришь? Дарья Рубинская. Журналист. Я вам обещаю, мы найдем Наталью, и она за все ответит. Вы же убийцы самые натуральные. Дерзкая, инициативная. Владимир Сарков, бывший морпех. Этих людей вы обманули, на деньги кинули. Жесткий, принципиальный. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Охота началась. Охота началась. Короче, я приехал в контору, которая помогает избавиться от долгов. Я не знаю, правда, каким образом. Посмотрим, в чем подбог. Стас, мы на месте. Припарковались в соседнем дворе. Принял. Звездец, сколько в сети фирм с таким же названием? Блин. Стас, в сети фирм с таким названием целая куча. Это и какие-то косметические фирмы, и туристическое агентство, и риэлторская компания. Нам нужны более конкретные данные на эту фирму. Да, что-нибудь придумаем. Ну все, короче, я пошел. Стас, все-таки сладкий пирожок. Заметьте, костюмчик сидит как влитой. Да, я уверена, что ни у какой знакомого он его не одалживал. У себя в этом шкафу нашел. Здравствуй, Солкова. Ну, посмотри, ему же идеально. Здравствуйте. Меня Стас зовут, я вам звонил недавно. Да, я помню, конечно, присаживайтесь. Слушайте, с вами, да, разговариваю, получается? Да, да, да. Слушайте. Вы великодушно, простите. Я шутки изволил шутить зря, простите. Да, ничего страшного, не переживайте. Все в порядке. Не против, если я положу сюда, ладно, поставлю? Да, конечно. Да, ну, чтобы не мешался. Как удобнее. В общем, сейчас, секундочку. Пригодится? Слушайте, я не знаю, как я вообще оказался в этой ситуации. Просто, знаете, вот все друзья говорили, что ну круто, круто. Вот огурцы фаршированные анчоусами. А? Пробовали? Да, конечно. Я взял кредит. Думал, займись, я сейчас расплачусь этими восьмиста тысячами. Напаршировал этих огурцов. Они вкусные. А в магазинах не покупают. Что-то надо делать, помогите. Вот чем ваша компания занимается? Объясните. Борис, расскажи. Ну, собственно, это наш как раз профиль, да, антикризисное управление. Ага. От суммы долга зависит. Ну, значит, это так. У них консалтинговая компания, но конторы с таким профилем и названием официально нет. Ну, договоры же они заключают. То есть, что они, левые данные, что ли, в него вписывают? Нет, ну, видимо. Посмотрим. Для начала пройти ваш паспорт. Посмотрим в базе, что за долги у вас, кому вы, собственно, должны. Паспорт? Да, конечно, это обычная схема. Паспорт. Стас, ты что, нельзя им свой паспорт показывать? У них по-любому есть выход на базу должников. Они тебя раскроют. Зачем паспорт? Я не понимаю, вы что, удумали меня обмануть? Вы что, издеваетесь надо мной? Зачем вам мой паспорт? Это обычная базовая такая процедура. Нам нужно посмотреть, есть ли какие-то активы у нас, да, правильно. Может быть, долг ваш уже... Кто активы? Ну, что вы... Какие активы-то? Вообще, чем за него? Чем же компания за него? Что это? Что? Давайте, что? Положите. Риелторское агентство, вы что, издеваетесь? Документы. Риелторское агентство, что хотите? Квартиру мою, куда вы? Квартиру мою ходите? Да, да, да. Продавайте квартиру, да? Продавайте квартиру мою. О, пошла движуха. Стас, конечно, гениально придумал, как в документы заглянуть. Смотри, Стас сказал, что это риелторское агентство. Так вот, риелторское агентство под названием «Р***» точно существует. Отлично, я сейчас гляну отзывы. Так, Стас, давай сваливай оттуда, потому что больше ты все равно ничего не узнаешь. Иди отсюда, а! Реальная придурок! Где мы? Куда? Вы хотите его? Да потому что вот поэтому у вас, вот поэтому у вас еще и плохо в стране с бизнесами. А ты? Ты негодяй! Иди отсюда, в реальную мальчик. Фу на тебя! Вы просто уможаете. Я не понимаю. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, пожалуйста. Ой, алло. Я в шоке просто. Блаз ты поняла. Надо знать, что у клиентов брать просто справку. У вас все нормально, осложнений никаких нет. Жалю, а Сергей Николаевич, не пожалуйста, вы набрали. Правда, это тебе. Даш, смотри, у них походу есть такой Сергей Николаевич. И он вроде как главный. Так, а я нашла два отрицательных отзыва на эту контору. Значит, в одном мужик пишет, что эта компания рассветкинула его на деньги. А во втором женщина пишет, что это риелторское агентство обещало ей помочь избавиться от долга. Вместо этого превратила ее квартиру в бордель. В бордель? Подожди, а каким образом это может быть связано с выплатой долга? Ну, может быть, даже напрямую. Ну, знаешь, не думаю, что нормальный человек согласится на это и потом еще оставит отзыв. Непонятно, но любопытно. Так что давай, спеши с этой женщиной, договорись с ней о встрече, нам нужны подробности. И напишу в открытую. Так и так ведем расследование телеканал Чи. Давай. Поможем выгодно избавиться от всех видов долгов. Контору надо проверить и с ней разобраться. Не только проверим, но и прихлопнем. Как вы думаете, почему я вам звоню? Ну, наверное, да. У меня Стас зовут, я вам звонил недавно. Да, я помню, конечно, призовутся. Что, давайте, вот, что агентство положите? Ри, риелторское агентство, вы что, издеваетесь? Женщина пишет, что это риелторское агентство обещало ей помочь избавиться от долга, а вместо этого превратила ее квартиру в бордель. Извольте, маэстро расскажет вам, как начинить огурцы анчелусами. Стас, какой кошмар. А девочка как так все время? Тебе вообще чертовски нет. Хоро ржать, короче, я главное добился своей цели, я же узнал все про контору. Слушай, ну странно как-то работает это риелторское агентство. Они предлагают избавиться от долгов, заманивают к себе этим людей. В офисе выясняется, что они предоставляют консалтинговые услуги, а по договорам они вообще недвижкой занимаются. Слушай, ну может они предлагают продать долю, ну там, или всю квартиру. Мол, хочешь избавиться от долгов, откажись от хат. Ну скоро мы это все узнаем. Стас, я сейчас поеду на встречу с женщиной, она, ну это недовольный клиент, я отзыв нашла. Она согласилась встретиться. Да ты князья, а мы с Володей за конторой подойдем. Да, даже обрадовалась, что я с камерами приду. Зовут ее Екатерина Гаврилина. Все, на связи, ребят. Естественно. А там шеф чего-нибудь ответил? Не, он про чего ничего не ответил. Нормально. Ну, судя по количеству договоров, которые на столе, у них клиентов куча, наверное. Хоть кто-то заявится. Заявится. А мы все зафиксируем. Ребят, подключайтесь. Я приехала пострадавшая от риэлторского агентства. Сейчас попробую выяснить, как она оказалась их клиентом и вообще, с каких пор риэлторское агентство помогает гасить долги. Дарья. Да, здравствуйте. Добрый день. Ну, я Катя, а это мой муж Семен. А, приятно познакомиться. Ну, рассказывайте. Мы можем в квартиру подняться, сразу увидите весь этот ужас, либо я на месте, расскажем сейчас. Ну, давайте вы меня подготовите для начала. Ну, у нас в квартире щелез проститутка. Так, понимаете, она прям там принимает клиентуру, обслуживает всех. А у нас маленький ребенок. Дверь не закрывается иногда, ребенок нет, нет, это убит, это все открыто происходит. Это кошмар какой-то, у нас родительские правы могут решить. Понимаете, ребенок отберут. Ну, сына мы, конечно, к бабушке отправили от греха подальше, но ситуацию-то это не меняет. А как она вообще у вас оказалась в квартире, почему живет и при чем тут вообще? Дело в том, что у меня заболела очень сильно мама, и пришлось взять деньги на ее лечение в микрозайме 700 тысяч. Маму, слава богу, вылечили, все хорошо, в порядке, но зарплаты маленькие, и 700 тысяч платить как бы это большой для нас долг. Мы обратились в это агентство, они обещали помочь закрыть долг. А в банк вы не пробовали обращаться? Обращались, обращались, но их не устраивает наш доход. А вот эта компания что вам предложила? Сдавать посуточно комнату в аренду. Ну, они обещали то, что будут нормальные люди, порядочные. Ну, думаю, ну, а что, ну, поживем мы с чужими людьми полгода, ну, хотя бы долг, пока и всем. Ну, смотри, я так понимаю, картина более-менее вырисовывается. Риэлторское агентство предлагает людям с долгами сдавать комнату в аренду. Ну, да, а потом подселяет проститутку туда. Она там активно работает, всячески мешает им жить. Только я понять не могу, что они ее не выгонят? Ну, я думаю, дело в договоре. Так, и договор-то у вас с этой фирмой есть? Да, да, есть, как с риэлторским агентством. Они выбирают, кто у нас будет жить, и мы никак не можем вообще повлиять на уровень клиентов. А деньги-то вам хоть платят? Мы должны получать в конце каждого месяца 90 тысяч. Но мы еще не получали, потому что только две недели прошло. Да мне и не нужны эти деньги вообще. Мы жить нормально дома не можем, понимаете, мы притон. И что вообще? К мне по пять мужиков приходит. Кошмар какой. А что, вообще никак договор разорвать нельзя? Там штрафные санкции. Если мы расторгаем договор, то мы платим за каждый день, что агентство не получает прибыль. А это где-то порядка полмиллиона. А, ну все ясно, они бы и рады выгнать соседку. Да не могут, им придется штраф большой оплачивать. И цель аферистов его получить. Именно поэтому они усложняют жизнь клиентов довольно оригинальным способом. А если они просто продолжат жить обычной жизнью и забьют на все? Плюнут просто. Что дальше-то? Подожди, как плюнуть? У них ребенок. Именно поэтому контора делает ставку на таких людей, у которых маленькие дети. Хотя это нужно еще проверить. Да проверим. Но все же, смотри. Они договор не разрывают. Ребенка отправили к бабушке от греха подальше. И что, мошенники просто так по 90 тысяч в месяц платят? Смысл? Ну, я думаю, они нашли бы другой способ, как заставить хозяев расторгнуть договор. Ну, применили бы крупнокалиберную артиллерию, например. Хотя я еще не знаю, какую. Я не могу так больше жить. Я хочу вернуть себе нормальную человеческую прежнюю жизнь. Я никому ничего плохого не сделала. Умоляю вас, помогите, пожалуйста. К нам, кстати, недавно заявилась подружка от проститутки. Под видом сотрудницы опеки. Якобы соседи пожаловались, пришла проверять жилищные условия. А с чего вы взяли, что это подружка, а не настоящая представитель опеки? Потому что, когда она ушла, я на официальный сайт опеки зашел. Хотел ее найти, поговорить как-то по-человечески, пообщаться, чтобы вошла она в нашу ситуацию. Позвонил им туда, нет у них такой сотрудницы, Елена Петровна. А вот и крупнокалиберная артиллерия. Ну, теперь-то понятно, как хозяев заставляет расторгнуть договор. Они подстраивают визит органов опеки. А это же кошмар для родителей. Ну, попали, конечно. Друзья, прежде чем поставить подпись в документе, обязательно с ним ознакомьтесь. Если там прописаны большие штрафные санкции за расторжение этого договора, возможно, вас специально пытаются к этому подвести. Елена, вы поможете? Конечно, помогу. Надо спугнуть эту проститутку. Может быть, выведет на своего начальника, который ее туда и заселил. В любом случае, нам нужно зафиксировать факт того, что все подстроено. Введите. Поможем выгодно избавиться от всех видов долгов. Риоторское агентство, вы что, издеваетесь? Вот эта компания, что вам предложила? Сдавать посуточно комнату. Да, потом подселяет проститутку туда. Она там активно работает, всячески мешает им жить. Только я понять не могу, что они иметь выгонят. Там штрафные санкции. Где-то порядка полмиллиона. И цель аферистов его получить. Надо спугнуть эту проститутку. Может быть, выведет на своего начальника, который ее туда и заселил. Поняла. А как ее зовут? Люда. Люда, угу. Так, ну попробуем спугнуть Люду. Хотя не уверена, раз ее семья с ребенком не смущает. Мы попытаемся. Добрый день. Добрый день. Добрый день, что ли. Что за фигмент? Что-то подставать. А не тебе, что ли, что ли, что ли я? Я отсюда, я сказала. Телеканал «Отрадная». Передача «100 вопросов» профессионалу. Ты на кого работаешь? Я не работаю. Бабушки на пенсии хватает. А вот это вот все просто так хобби? Ну, типа того, да. Для души. Да, для души. Да, типа того, и что дальше? Что-то запрещено, что-то не пойдет. А нормально вот так вот вообще при детях вот это? Нормально, да. Нормально, да. Ты на зубу взрывешь, тварь. Телефончик стоматолога подсказать? Подсказать. Ты что об этом пожалеешь, поняла мне? Обязательно. Что-то насчет стоматолога. Пошла. После тебя. Да уж. Ребят, проследите за этой Людочкой. Посмотрим, куда выведет. Ну, после выходки Даши такой точно будет реакция. Надо понаблюдать. Ну, что вам сказать? Замки в квартире меняем и посторонних не пускаем. А если она вернется, у нее же договор. Товарный вид она уже потеряла. Сомневаюсь, что вернется. И что, это все? А если они другую пришлют? Ну, тогда будем думать. Нам главное сейчас собрать как можно больше компромата. Этим и займемся. Я поняла вас хорошо. Спасибо вам огромное, что вы написали. Как вы счастливые билеты для нас. Я просто уже думала кредит новый брать, чтобы штраф этот оплатить. Ну, вы с кредитом не торопитесь. Если что, звоните. Спасибо большое. На связи. До свидания. До свидания. Это полный трэш. Какой психбольной бабой надо быть, чтобы вот так кошмарить семью с ребенком? Кто вообще эту схему придумал? Найду его и рихтаную. Бесен. Неужели у них под каждую жертву своя проститутка? Ну, смотри, это же двойная выгода. Штраф за расторжение договора с клиентом и прибыль с притона. О, смотри, кто-то нарисовался. Да, здрасте. Как вы? Ну, и где эти Лишаевы? Они утром будут. Не дай бог они слетели. Давай, звони им. Алло. Да, Борис. Компания. Да, отлично. Все, что у нас? Похоже, это главный приехал на сделку. Могая работа кипит. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, за опоздание. От клиентов отбоя нет. Мужик-то работает ударно. Он работает. Он нифига не работает. Он лишь контролирует, чтобы все остальные качественно выполняли свою работу. Это еще доказать надо. У нас вообще ничего нет на них. И хрен докажет, что они специально заселяют проституток в квартиры клиентов. Володь, смотри, так у этих клиентов тоже ребенок есть. Ну, значит, прокрутят ту же самую схему. Заселят проститутку, потом будут пугать опекой и вынуждать выплатить неустойку. Да-да, отлично. Алена нам сейчас все подготовит, правильно, Алена? Мы тогда сейчас быстренько все подпишем и начнем работать, чтобы вы уже скорее начали закрывать свой дом. Смотрите, как за договором ознакомитесь. Я где галочки поставила, там распишитесь. Здесь в двух экземплярах. Пожалуйста, ручку. Я сейчас ознакомлюсь тогда. Да, без проблем. Вот женщина молодец. Договор читает. Да, только он сейчас ее заболтает. Вы же не против, если мы вам иностранца подседаем? Вы английский знаете? Есть авто. Простите. Да. Я на сделке. Да, занят. Да не могу я говорить. Нет, не читал еще. Все, прочитаю. Все, давай. Пока. Извините, любимая, звонила. А если нам не понравится расстояние? Я вас уверяю, такого не произойдет у нас. Приличные люди к нам приходят. Не понимаете, что ты... Смотри, подонки какие. Так издеваться над бедной семьей. Все в долгах по уши, пришли к ним за помощью. Стас, не переживай, мы еще устроим красивую жизнь. Надо в первую очередь заняться этой женщиной, псевдо-сотрудницей органов опеки. Она ключевое звено. Это она кошмарит семью, и она доставляет их расторгнутый договор. Короче, я поеду прослежу за этими бедолагами. Давай. И попробую установить скрытки у них дома. А я пока за главным посмотрю. Это ваше. Держите. А вы нам сообщите, когда постоялец приедет уже в заселяться? Я передачу. Да, конечно. У нас уже есть несколько клиентов под вас. И мы вам подберем самого лучшего, чтобы не доставлял вам хлопаться всем. Спасибо вам большое. Все. До свидания. Большое спасибо. Так, а ключи? Ой, точно, ключи. Я такая не особая на сегодня, извините. Да не переживайте, все будет отлично. Я вас уверяю. Еще никто не жаловался на наше сотрудничество. Спасибо вам большое. Все будет хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Стас, прием. Они вышли. Принял. Ну, в общем, я сел на хвост новым жертвам. Простежу за ними. Добро, будем на связи. Пока брать директора агентства рано. Все наши обвинения в том, что заставлял людей расторгать договоры и выплачивать штрафы всего лишь домыслы. Ну, заселяются к людям проститутки, но мешают они им жить. А где доказательства того, что он просил их об этом? Пока этих доказательств нет. Так, вот ключи. Подготовь мне договор аренды на Леру. Все данные у тебя есть. И ей на почту скиньте, чтобы завтра уже квартира работала. Ребята. Хорошо. А, да, еще. Ален, надо офис новый найти. Ну, переезжай, пожалуйста. Да, хочу нормальный бизнес-центр, где вход по пропускам. Ален, записывай, все равно не запомнишь. А... Бюджет 50 тысяч. Да, чтобы поближе к центру был. Ну, и там рестораны, может, хорошие рядом, чтобы были. Ну, что, какие новости? Эти защитники слабых угнетеных собираются переезжать. Блин, это плохо. Операция может затянуться. Не факт. Главное, сказал своим шестеркам пошевеливаться, чтобы квартира завтра уже работала. А, ну, значит, нам надо успеть накрыть их до переезда. А, какой срок? Ребята, три дня вам даю. Держи, не стыла. Спасибо большое. Спасибо. Все, на связи, я наберу. Да, все, лопа. Он уходит, прослежу за ним. Да, давай, я отсюда буду ситуацию контролить. Здорово, Паша. Какое-то сладкое слово погоня. Даша, главный на крючке. Еду за ним. Отлично, Володь. Директор агентства у нас на прицеле, как и его подчиненные. Поэтому каждый их шаг мы фиксируем. И надеюсь, что они себя вскоре выдадут. Жду не дождусь. Ну, как-то же они должны себя проявить. Поможем выгодно избавиться от всех видов долгов. Вот эта компания, что вам предложила? Сдавать посуточную комнату. У нас в квартире усилилась проститутка. Добрый день. Ребята, проследите за этой Людочкой. Недавно заявилась подружка от проститутки. Под ведом сотрудница опеки. Ну, теперь это понятно, как хозяев заставляют расторгнуть договор. Они подстраивают визит органов опеки. А это же кошмар для родителей. Все уходит на ребенка. Мы даже не знаем, к кому же обратиться. Володь, смотри, у этих клиентов тоже ребенок есть. Ну, в общем, я сел на хвост новым жертвам. Простежу за ними. Даша, главный на крючке. Еду за ним. Отлично, Володь. Подержите дверь, ага. Спасибо. Здрасте. А мне... А, вот, мне тоже на 13. Видите, как удобно. Сергей Николаевич, серьезно. Так у вас 1417-я квартира, да? Да. Так и к вам я, получается. А что случилось? Дело в том, что я от совета дома. Говорят, у вас тут хостел. Люди ходят туда-сюда, и мужчины, и женщины толпами. Вот проверить пришел. Первый раз вообще такое слышим. У нас нет никакого хостела. Слушайте, ну, сигнал поступил. Давайте я проверю и пойду. Это как-то занесло. Задите, посмотрите. Пожалуйста, проходите, поймете. Только развивайтесь. Заходите, заходите. О, как дела твои? Добрый день. Привет. Привет. Дядя пришел. Здрасте. Не приправно здесь с тобой, то сейчас. Спасибо. Угу. Еще. Ну, пойдемте. Так. Ну, давайте, я начну. Не приправно здесь с тобой, то сейчас. Спасибо. Больные, вроде, нормально здесь. Вот так, а комнату, да, покажите? Смотрите, вот здесь. Пойдем. Ну, к вам, мы здесь не прячем. И кто тут у нас тут? Да я понял, понял. Кровать, я тут еще раз. Вижу, что никого нету. Кровать, все равно. Ладно, ребят. Понимаете, работа такая вот. Заявка пришла, нужно проверить. Вижу, что все хорошо. Отметочку поставлю, что... А кто пожаловался? Никто не живет здесь. Какой у вас? Кто пожаловался? Ну, честно говоря, я не имею права рассказывать, кто пожаловался. Ну, конфиденциальная информация, понимаете, да? Вы, извините, что вот потревожила. Ничего. До свидания. До свидания. До свидания. Отлично, скрытки в квартире новых жертв есть. Если мошенники решат устроить бордель и там, в чем я не сомневаюсь, мы увидим и это. Ну, короче, я пока здесь остаюсь, чтобы в случае чего подключиться. Подежурю, так сказать. Окей. Даша, прием. На связи, Володь. Директор аятовского агентства заехал на подземную парковку, из машины не выходит. Судя по метке, ребята, которые ведут будущую пациентку-стоматолога Людочку, тоже возле парковки. Володь, наша беззубая проститутка ошивается в этом же районе. Скорее всего, будет встречаться с главным. На меня жаловаться. Разберемся. А вот и наша битая проститутка. Походу, ехать никуда не собираются. Так, а вот мне интересно, о чем они будут разговаривать в машине. Слушай, Паш, а если попробовать поставить там камеру, ну, скажем, под видом пьяного, который перепутал такси, и, в принципе, тогда мы будем иметь и изображение, и звук. Вот купить не будем, естественно. Воспользуюсь одним хорошим средством. Спиртовой раствор. Вещь незаменимая. Так, ну что, с Богом пошел. Привет, шеф. Ой, ты, 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 опа. Я на месте. Ну все, трогай. Вы машины ошиблись. Погоняй. Нет, ты что, я знаю точно. Я заказ сделал, такси подъехал, мне сказали, машина на месте. Все, давай. Ты что, тупой? Вали уже. Э, не хамите мне, я не тупой. Вот 300 рублей, как раз. Все, вот они, твои. Все. Не спит тебе говорят. Вообще, вы что, что у вас с зубами? Понятно. О-о-о. Э, понятно все. Это ты, что ли, так с ней поработал? Э, 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 стоп, стоп, без рук, без рук. Ша, папа выходит. Папа выходит сам. Все. Все. Не трогай меня. Я еще в той помойке ездить буду. Верс, такие дела, свои 300 ты еще не заработал. И не заработаешь. Проспись. Сам проспись. Проспись. Володь, красавчик, даже я поверила. А теперь посмотрим, для чего Сергей Николаевич собрался встретиться с нашей беззубой жрицей любви. Так, ну и что там за журналистка была, ты узнала? Да какой-то районный канал даже не узнавала. Ну-ка, а как мне жить теперь с этим? Да нормально, сосать удобнее будет. На, держи. Твоя доля. Тридцать? Что-то мало. Люд, ты работу не доделала. Мне теперь им придется за месяц заплатить. Да и тебе еще срочно замену искать. Ну вот, совсем другое дело. Сговор налицо. Проститутка общается с директором не как клиент, а как сотрудница. Не зря я с ней мило пообщалась. Спровоцировала встречу подельников. Кто молодец? Сделаем мы тебе новые зубы. Не переживай, я все оплачу. Ты знаешь, сколько это стоит? Я тебе дам телефон Васи Крымова. Он стоматолог. Позвонишь ему, скажи, что от меня. Все сделает как надо. Ладно. Ладно, а сейчас успокойся, все будет хорошо. И даже не думай, что я тебя пытаюсь бросить. Хорошо, пока. Давай. Штаб, прием. На связи, Володь. Продолжаю наблюдение за главным. Хорошо, только осторожно, не пались. Тебе нельзя. Да понял, понял. Главного, в принципе, можно брать. Но пока что нам не хватает одного звена из его схемки. Псевдосотрудницы отдела опеки. Именно она и запугивает родителей. Вы тут устроили публичный дом, мы можем забрать вашего ребенка. Так что подождем ее появление в квартире новых жертв, а потом начнется самое интересное. Поможем выгодно избавиться от всех видов долгов. Вот это компонент, что вам предложила? Сдавать посуточно комнату. У нас в квартире усилилась проститутка. Я от совета дома, говорят, у вас тут хостел, люди ходят. Скрытки в квартире новых жертв есть. Если мошенники решат устроить бордель и там, мы увидим и это. Директор ядовского агентства заехал на подземную парковку. Из машины не выходит. Наша беззубая проститутка ошивается в этом же районе. 30? Что-то мало. Люд, ты работу не доделала. Главного, в принципе, можно брать. Но пока что нам не хватает одного звена из его схемки. Псевдосотрудницы отдела опеки. Ну что, как там дела у новых жертв? Ну, проститутка, которая к ним заселилась, она вовсю работает. А бедная семья это уже на стенку лезет. Я не могу даже уже на это смотреть. Но нужно дождаться, когда придет подельница, которая будет кошмарить по линии опеки. Бесит эта ситуация просто. Бесит меня. Ладно, что там у Стаса как директор? Да молчи пока. Олег, сделаешь что-нибудь? Долги отдавать. Я могу попросить, чтобы вы потешили. Олег, ты идиот. А что я могу сделать? Ты ж на калорке читала. Там условия такие. Мы бомжами останемся. То есть лучше жить в притоме, да? А может быть ты мечтаешь об этом? Может ты всегда так хотел? Так иди развлекайся, а! Лайчон. Толя, наушники надень быстро. Кошмар какой-то. Как непротивно все это стирать, Олег. Штаб, прием. О, объявился. Стас, ну что, какие новости? Тут директор подъехал к дому новых жертв. С какой-то дамочкой. А чувствую, что это та самая, о которой мы ждем. Подключайтесь. Ну, наконец-то. Ну и кто там сейчас? Лера. Блин, ну она же мне не нравится. Я же тебе сказала ее уволить. Ну, блин, Лен, пока нет замены. Извини. Может, она тебе нравится? Да, хорош тебе. Я не сплю с подчиненными. Очень смешно. А я тогда кто? Ну, ладно. Все, расслабься. Классика жанра. Аферисты, любовники. Мама там с головой. Я и не таких разводила. Засекаю. Пять минут, и я вернусь обратно. И это, поскольку ты планируешь там новый офис, я надеюсь, у меня там свой кабинет-то будет? Да, будет с кровати. Все, давай, время не ждет. Нам еще в офис надо заскочить. Документы из сейфа с баблом забрать. С Богом. Давай, дочь. Ну, все, дело пошло. Это и есть так называемая струнница опеки, их подельница. Надо ее фейс отправить Кате и Семену. Нужно убедиться, что это именно она к ним приходила. Ну, вот пока что я вижу только ее макушку. А ты думаешь, другая их обманула? Зачем мошенникам лишние рты? Володь, я не знаю, но нужно убедиться. Нужно удостовериться, чтобы ни одна сволочь от нас не ушла. Ну, давай удостоверяться. Кто там? Опека. Здравствуйте. Добрый день. А что случилось? Так, меня зовут Елена Петровна. Я из службы опеки. Вот мои документы. А документы-то фальшивые показывают. Мы же знаем, что она не является сотрудником опеки. Ничего, недолго я ей осталась левой корочкой трясти. Будьте любезны. Покажите мне, в каких условиях живет ваш сыночек. Оп, а вот и фейс. Зачем вас все? Все, сейчас Кате отправлю и узнаем, да ли я там баба на самом деле или нет. Давай, давай. Толь, иди сюда немножечко. Привет. Здравствуйте. Как у тебя дела? Нормально. Хорошо. Тебя тут не обижаем? Нет. Что ты делаешь сейчас? Толь. Все, хорошо. Все, прекрасно. Иди. А вот того, что у вас хорошо, я бы с этим поспорила. Поступил, значит, к нам звоночек от хороших людей. Говорят, что ходят к вам тут разные личности сомнительные. Так, Катя написала, что узнала эту псевдочиновницу. Ну все. Основные действующие лица у нас на крючке. Если еще остались девушки легкого поведения, то ими будет заниматься полиция. Так что схему можно прикрывать. Стас, в общем, мы готовы их брать. Директор говорил, что потом они идут в офис, там их и накроем. Вы тогда берите Ханурика в офисе, а я пойду за этими. Сейчас подниматься туда не стану, а то вдруг разбегутся. Договорились. Так, а что с этой мадам Лерой будем делать? А что с ней делать? Возьмем всех, потом позвоним. Скажем, что гнали за шею. Делайте, в следующий раз я буду... Действительно. И вот эти нарушения, которых я наблюдаю сейчас, чтобы их не было, а то вас лишат родительских прав. Поверьте, я серьезно говорю. Подождите, как так? Я не отдам. Я не отдам, Толя, нет. Вы не заберете его, я не в коем случае. Вы заберете, я обещаю. В общем, вы меня услышите. Ну да. Всего доброго. Вот стерва, а что творит? Главное, плевать ей, что мать себе местом не доходит. Дрязь. Ну что? Это все будет зашибись, не переживай. Два-три дня, и они бабло заплатят. Ух, красотка. Ладно, погнали. Ребят, мы через полчаса будем на месте. Подготовьте офис ко встрече этих голубков. Принято. Ну что, Даш, наш выход. Пойдем. Пошли. Так, господа, мошенники, аферисты, остаемся на своих местах. А вот эту бутылочку, пожалуйста, сюда мне, в руки, в руки, в руки, в руки. Опа. Так, так, так. Стоять, стоять, стоять. Убери камеру. Стоять. Алло, тихо, тихо. Что ты меня трогаешь? Привет. Ты меня сейчас не начинала трогать. Да, пусть. Я вообще здесь не главный. Да я знаю, что ты не главный. Главное скоро появится. И каждый из вас получит по заслугам. Убери камеру. Что ты думаешь, далеко убежишь, да? Да, давай сюда. Что, тебя в туалет, что ли, макнуть башку, чтобы остыло? Ну не надо, встали от меня. Ай. А ты свое получишь за то, что людей затягиваешь в своей схеме мошенничества. Вообще охреневшая просто. Забегалась, девочка? Все? Поумерила? Разогрелись, Володь. В ожидании десерта. Здоровенький булы. Добрый вечер. Правильно, Боря, правильно. Вот кто такие? Так, вообще-то сниди, знаете. Они все правильно говорят. Мы охотимся на таких уродов, как вы. Что вы говорите? Которые обманывают людей. Да, Глент, пойдем, пойдем. Стой, стой, стой. Куда загнался. Черт, хобот через плечо. А мы все зафиксировали, как людей сюда приводите. Рассказывайте им сказки про то, что вы можете помочь им в их проблемах. Потом поселяете к ним в квартиру какую-то проститутку. Черт, а мы людям помогаем долг вернуть. Черт, что ты там помогаешь кому? Что вообще такая-то волосы нет. Не о чем с тобой разговаривать. Да, пошла ты. Пварь такая. Да ладно, руки брали, не имеете права. Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 вперед. Тихо, тихо, тихо. Куда ты мне? Что тут вообще происходит? А ну, полицию позвоните. Так мы уже позвонили, дамочка. Ты чего орешь? Ждите, полиция едет. Пусть объясняет потом все. Полиция. И куда мы все пошли, блин? Хочешь, чтобы мы с тобой здесь сидели? Что вообще происходит? Вы что тут сидели? Да все уже запрыгались. А, оставлю его здесь, да? С собой же не понесу. И флешечка. Все, погнали? Едем. Композиция. Каждый из нас может оказаться в долгах. И от таких поворотов судьбы никто не застрахован. Разбитый автомобиль, болезнь родственника, да мало ли что. И вот уже на вас кредит или займ. И поверьте, это плата за быстрое решение проблемы. Но вы должны знать, что никто не будет платить по вашим кредитам. Никто не будет гасить ваш займ. А те, кто манипулирует на вашем отчаянном желании избавиться от долгов, это мошенники. Они всего лишь загоняют вас в еще большую долговую яму. И мой совет вам будет такой. Вместо того, чтобы думать и изворачиваться, как вам избавиться от долгов, лучше работайте, чтобы платить по своим счетам. Вот как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok